В ходе акции студенты встретились с представителями избирательных комиссий Сочи, депутатами городского собрания и общественными деятелями курорта. Затем молодежи предложили заполнить тесты-анкеты, состоящие из вопросов по истории города и России, основам избирательного права и особенностям избирательной кампании на выборах президента России 18 марта. Ко всему прочему, такое тестирование носит общеобразовательную направленность, отмечают организаторы. То есть, проходя тесты, школьники, либо, как в нашем случае, студенты, повышают уровень своих знаний, знаний в правах. Одно из главных и основных прав – это право на участие в выборах. 18 марта состоятся выборы президента Российской Федерации, и мы хотим, чтобы наша молодежь активно приняла участие в выборах и воспользовалась своим активным избирательным правом. Празднование Дня молодого избирателя закончится в день голосования 18 марта. По традиции, избирком Сочи запланировал на этот период массу мероприятий. Это и дни открытых дверей, всевозможные фестивали и форумы, направленные на повышение правовой культуры. К слову, 18 марта свой гражданский долг впервые исполнит 2000 молодых жителей Сочи. И подобные акции позволяют ребятам подтянуть свои знания и уточнить информацию о своем конституционном праве. При каждой выборной кампании есть определенные нюансы, как в этом году. Избиратели не прикреплены к месту регистрации, а могут проголосовать на любом избирательном участке, не только на территории Российской Федерации, но и в 145 странах открытые избирательные участки. Красно-таки вот это мы все рассказываем нашей молодежи, чтобы они свободно владели и могли в полной мере на законных основаниях использовать свое избирательное право. Сейчас я считаю, что молодежь повышает свою гражданскую позицию постепенно и все больше и больше людей собирается идти на выборы, среди моих знакомых, по крайней мере. Я не сомневаюсь, что будущая страна не зависит от людей, я это знаю. В целом, сочинская молодежь активно принимает участие в развитии избирательной системы края. Ольга Десятого, Инга Габеш и Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.